В Москве, во вновь построенном дворце царя Алексея Михайловича в селе Коломенском, состоялась международная научная конференция. Ее главными темами стали столетия славного явления Державной иконы Божьей Матери и крятво-преступный бунт 1917 года. Один из центральных докладов был посвящен подвигу императора Николая II и, конечно, говорили о судьбе и будущем России. Подробности в сюжете Галина Ледвиной. В Казанском храме, отслужив молебен перед Державной иконой Божьей Матери, участники конференции совершили крестный ход к месту обретения этого святого образа. Сто лет назад, в марте 1917, в день, когда произошло вынужденное отречение государя-императора Николая Александровича от Российского престола, икона была обретена в подклете Храма Вознесения в Коломенском. Ее явлению предшествовали два сновидения крестьянки Евдокии Адриановой. Когда она сюда пришла, и священнику сказала, Николай Лихачев здесь служил, что вот такая икона, сказал, нет такой иконы, здесь нет такой иконы. И уже было такое отчаяние, когда вспоминают, что, батюшка вспоминает, что внизу, в подклете, там еще какие-то иконы здесь были сложные. И когда они пошли, стали просто отмывать каждую икону, то вот одна почерневшая икона, когда стали отмывать, на ней прояснился жухлый такой красный цвет, и стала выступать Богородица со скептом и державой. У Храма Вознесения участники Крестного шествия пропели молитвенное славление Царицы Небесной. В советское время не прекращалось почитание иконы за рубежом. 1988 год считается годом второго обретения иконы в России. Перед ней молились о восстановлении Храма Христа Спасителя. Восстановление канонического единства Русской Православной Церкви происходило тоже с этой святыней. На сегодня по всей стране, по всем ипархиям, включая Францию, Украину, Белоруссию, больше 70 церквей, часовен и монастырь женский, посвященный этой иконой. То народное почитание, которое есть этой иконой, оно на самом деле есть. Пять икон, сохраненных в семьях, были переданы в храмы. Самое главное и для православного мира, и для России, и ее державы, и государства, то, что икона не покинула Россию, и что она сохранила нас, помогла, я думаю, что это все-таки надежда на то, что и в дальнейшем святость Руси, восстановление, сохранение веры православной, скажем, умножение ее будет сохраняться. В палатах Царского Дворца состоялась международная конференция, участие в которой приняли историки, экономисты, адвокаты, художники, научные работники и деятели культуры. Конечно, в центре внимания – столетие славного явления державной иконы Божьей Матери. Кроме того, на собрании была сделана еще одна попытка понять истоки революции и того, что привело к лятвопреступному бунту 1917 года. Была сделана попытка осознать подвиг императора Николая II. Прозвучала правда – отречения от престола государя-императора не было. Когда говорил, что государь отрекся, он не отрекся от власти, он не отрекся от самодержавия. От него нельзя отречься, это Божье установление. Он пытался передать власть своему брату Михаилу, рассчитывая, что самодержавие сохранится и законность восстановится. Он передал власть брату Михаилу в последней попытке утихомирить революцию, избежать гражданской войны. Говорят, что все равно гражданская война произошла. Да, произошла. Во-первых, она произошла через полтора года, развернулась после того, когда уже состоялось ритуальное убийство царской семьи. Во-вторых, государь мне не повинен. Он сделал все возможное, все возможное, что в его силах было, чтобы предотвратить революцию, предотвратить гражданскую войну. Итоги этой научной конференции, суждения и мнения, на ней прозвучавшие, будут представлены в издании «Русь державная». Продолжение следует...